Урок на колёсах запорожских школьников в трамвае учили основам безопасной жизнедеятельности. На необычном уроке побывали и наши корреспонденты. Ученики 2-го класса запорожской школы номер 3 говорят, им сегодня повезло вместо стандартных уроков за школьными партами – необычный урок в трамвае. Целый час ребята провели в компании представители МЧС, путешествуя по маршруту от трамвайного депо до остановки вокзал Запорожья-1. Во время поездки в игровой форме спасатели рассказали юным пассажирам о том, как вести себя в потенциально опасных ситуациях и что нужно делать, чтобы их избежать. Семилетняя Аня говорит, в трамваях ездит очень редко, а сегодня впечатлений на целый день. Как и другие ребята от родителей и учителей, Аня кое-что уже знает о правилах безопасного поведения. Мне тут очень нравится, он покрашенный красивый, мне нравятся шарики красивые. Нельзя включать печку самой, когда родители есть или когда их нет. Если ты не знаешь, как в компьютере пользоваться, не включай его. Я знаю, что нельзя, даже когда родители ушли, если ты сам дома остался, нельзя трогать спички и печку. Надо сидеть в комнате и играться игрушками. И телевизор включать нельзя, потому что он может звонить. Специально для сегодняшнего урока спасатели совместно с работниками «Запорож-электротранса» обновили трамвай. Теперь он – наглядное пособие по правилам безопасной жизнедеятельности. Снаружи и внутри разместили агитационные плакаты, которые в стихотворной форме напоминают всем пассажирам, как вести себя в различных ситуациях. Привлекает внимание и сам внешний вид трамвая – яркий и красочный. Перед тем, как сделать рекламу, провели небольшой косметический ремонт. То есть, привели трамвай в порядок, чтобы он курсировал по городу Запорожья. Данный трамвай будет ходить по всем маршрутам города Запорожья. То есть, каждый день будем менять маршруты выживания. А в недалеком будущем, обещают спасатели, на дорогах города появится еще и агитационный троллейбус.